Биткоин подорожал, Саксабанк улучшил результаты, а LinkedIn в России закрыли. Подробности индустрии в этом выпуске. Здравствуйте. Биткоин подорожал, вновь прибавив в цене 5%. Всего за сутки на рынке было совершено операции на 165 миллионов долларов. Именно за счет этого курс пары Bitcoin-доллар приблизился к отметке 750 долларов, а рыночная капитализация вновь превысила 12 миллиардов долларов. В последний раз показатель превышал этот рубеж с 17 июня этого года. На форумах бытует мнение, что в этот раз скачок обусловлен масштабными покупками со стороны китайских трейдеров, которые пытаются обезопасить свои средства в условиях девальвации юаня и на фоне опасений возникновения торговых войн из-за протекционистской политики Трампа. Стоит также обратить внимание на Индию. В стране проводят масштабный экономический эксперимент. На прошлой неделе премьер-министр Индии Нарендро Монди без предупреждения сообщил о выводе из обращения купюр номиналом 100 и 500 рупий, на долю которых приходится свыше 80% всей денежной массы в стране. Такая непредвиденная денежная реформа также могла сыграть свою роль в недавнем повышении спроса на биткоин. 266 миллиардов долларов – общий торговый объем Саксабанка за октябрь. Показатель более чем удовлетворительный, ведь еще в сентябре он подскочил на 20,5%. Среднесуточные объемы торговли тогда выросли на 26% до 12,1 миллиарда долларов, против 9,6 миллиарда долларов в августе. В октябре тот же показатель вырос до 12,6 миллиардов долларов, что в месячном эквиваленте соответствует повышению на 4,1%. В годовом сравнении показатель поднялся сразу на 27,2% от 9,9 миллиардов долларов в октябре 2015. Напомню, на этой неделе Саксабанк подписал соглашение о стратегическом партнерстве с египетским инвестиционным банком EFG GERMES, основанным более 30 лет назад и сфокусированным на регионе Мэна. В рамках этого партнерства клиенты EFG GERMES получат доступ к платформе Саксабанк Саксатрейдергоу через новую онлайн-торговую платформу банка EFG GERMES ONE. Линкдин под запретом Роскомнадзора. Операторов связи обязали заблокировать доступ к социальной сети. По мнению регулятора, компания нарушила закон о персональных данных. Соответствующее решение поддержал суд. Линкдин со штаб-квартирой в США стала первой крупной сетью, заблокированной российскими властями из-за нарушения закона о персональных данных. На сайте зарегистрировано 467 миллионов пользователей, причем более 6 миллионов из них россияне. Операторы уже приступили к отключению социальной сети. Первым из отечественных интернет-провайдеров, заблокировавшим доступ к сайту, стал Ростелеком. МТС и Вымпелком намерены закрыть доступ к Линкдин в течение суток. По данным Reuters, представителю Роскомнадзора Вадиму Ампелонскому в прошлую пятницу пришло письмо от менеджмента Линкдин с просьбой о встрече. По словам представителя Роскомнадзора, эта встреча может состояться в течение ближайших двух недель, однако сначала регулятору необходимо получить одобрение Министерства иностранных дел, поскольку Линкдин является иностранной компанией. На сегодня это были все новости из индустрии Форекса. Информация предоставлена изданием Forex Magnates. Оставайтесь с нами, хорошего вам дня и отличных выходных.